Приветствую вас, у вас такой коротенький достаточно вопрос про доверие себе. Коротенький, но очень важный, потому что большинство людей интересуются как раз таки с тем, как доверять, как доверять или не доверять другим людям. Вот, поэтому за то, что вы интересуетесь как доверять себе, ну вам хочется пожать мысль на руку, вот. Вы человек достаточно отважный. То, что касается вашего вопроса. Значит, ну, вот чисто объективно, да, почему вы, почему так происходит, что вы не доверяете себе и, ну, переспрашиваете, да, значит, постоянно. Это либо неуверенность в себе, вот, либо это неуверенность в себе, либо это страх совершить какую-то ошибку, да. Это страх как-то вот поступить неправильно, это страх поступить неверно с точки зрения, опять же, вашей, вот. То есть, это про, вот, данную историю, в основном. И, конечно, вот, на мой взгляд, именно с этими аспектами нужно работать. В первую очередь стоит прислушиваться к своим чувствам, например, да, прислушиваться к своим эмоциям, вот, к своим желаниям, к своим потребностям, вот. И, соответственно, уже как-то вот на этом формировать свою базу, свое поведение более самостоятельно. Вот. Возможно, имеет смысл запронуть тему отношения к ошибкам. Это тоже важно. То, как вы относитесь к своим ошибкам, вот, то, почему вы относитесь к своим ошибкам именно так, а не иначе, допустим. Вот. И, соответственно, это нужно корректировать. Потому что ошибаются все. Ошибки помогают нам получать опыт новый. А если вы не ошибаетесь, то вы не получаете опыт, вы не развиваетесь, вы не движетесь вперед. Вот. Поэтому, мне кажется, что именно вот в таком примерной ключе вам и нужно двигаться. Бороться с этим никак не нужно, потому что борьба это подавление. Исправлять не стоит. Что точно стоит это там, вот, исследовать, выявлять противоречия, которые у вас, ну, были, которые у вас будут, то есть, именно вот, работать с противоречиями, учиться жить, вот, в реальности, в реальности этих самых противоречий. И если у вас получится это сделать, если у вас получится, то получится, ну, как бы, вот, адаптироваться в реальности с противоречивых тенденциях вашей личности, то вы обретете гармонию, как бы, в, ну, вот, вы обретете гармонию именно в себе. И вам не придется переспрашивать. С другой стороны, есть, конечно же, некая и выгода вторичная. От того, что вы делаете. Безусловно, это выгода есть. Безусловно, она имеет место быть. Безусловно, ну, как бы, вы для чего-то это делаете. И, ну, преследовать это так же можно. Чтобы понять, да, чего вы хотите, например. Чтобы понять, что вам нужно, например. Например. Да. Вот. Вот. Вот так, так, примерно, вам можно ответить. Ну, по крайней мере, так вот я могу вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что это было вам полезно. Я надеюсь, что вы для себя что-то извлечите из моего ответа. То есть, ну, может быть, как-то пересмотрите, например, отношение к ошибкам своим. Пересмотрите свое отношение к своим чувствам. Как это непарадоксально звучит. Вот. Потому что вы не доверяете чувствам. Вот. И откройте для себя источники такого значения когнитивного сознательного аспекта. Когда все нужно именно осознать. Вот. Возможно, вам имеет смысл почитать книгу Федерико Первого. Практикум по десчарт-терапии. Вот. Почитайте эту книжку. Если вы, вот, обесцениваете в некотором смысле свои чувства. Вот. Если вы считаете, что им нельзя доверять, ну, если вы не чувствуете, что можете им доверять, да, если вы не чувствуете это. Я думаю, что это будет полезно вам. На этом все. Я надеюсь еще раз, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация успешно найдет свое разрешение. Всего доброго. Смотрите видно. Что?